МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, наверное, более правильно сказать, что вы вокалистка и преподаватель вокала, правильно? Да, поскольку я директор своего агентства, сейчас я в данный момент больше занимаюсь преподавательской деятельностью. Скажите, пожалуйста, такие понятия, как опера и город Севастополь, это совместимые понятия? Ну, еще раз выражу свою надежду, уже в который год мы с вами встречаемся не первый раз. Все-таки надежда есть, что это все достаточно совместимо и реально, можно реализовать совершенно свободно. Просто есть некоторые нюансы, до которых, может быть, кому-то нужно еще немножко дорасти. То есть должно быть желание. Управляющий, да, нашей такой прослойщик, которая этим всем делом руководит и рулит. Вот нужно как-то больше нести, поэтому я со своими учениками занимаюсь как раз-таки вот этой деятельностью, прогрессивной такой социальной работой, направленной на распространение академического вокала в городе Севастополе и за его пределами. Ну вот, верхи должны быть готовы, да, а низы готовы? Низы могут, низы хотят и могут, да. У нас, кроме вас, в городе есть оперные певцы, певицы? Конечно, достаточно. Достаточно большое количество и молодых солистов-исполнителей. И мной уже воспитана такая небольшая, но плеяда академических исполнителей, которые достойно выступали уже и в Харькове, и в Германии. И все отмечают достаточно высокий уровень подготовки. Как люди вообще становятся оперными исполнителями? Ну, я думаю, что, как вот иногда говорят, что вера начинается с принуждения, понуждения, да, так же, как и воспитание, так же, наверное, и академическое исполнительство. Потому что ко мне часто приходят люди, которые говорят, мы хотим заниматься эстрадой, мы хотим заниматься роком, нам академический вокал не нужен, сделайте нам что-нибудь вот так, по-быстрому. Но в конце концов мы доходим до того, что от академического, да, от школы, это школа, от дыхания, от академической постановки никуда не денешься. У меня на данный момент несколько учеников, которые очень активно выступают за границей, как рок-исполнители. И они приезжают ко мне и занимаются академическим вокалом, потому что они общаются с зарубежными певцами и видят, что те, в свою очередь, берут уроки. Ну вот есть такой стереотип, что, например, поп-исполнителям не нужен голос, потому что там все на компьютере вытянут. Рок-исполнителям не нужен голос, потому что у них очень глубокомысленные песни, тексты. Что на самом деле? Это поверхностное. Это поверхностное понятие, потому что мои ребята... Можно не уметь петь и быть звездой? Нет, мои ребята выступают вживую, они понимают, что когда ты, извини, ты пишешься, ты в клипах можешь быть раскрученным, но когда ты выходишь на большую сцену, на большие площадки, и ты не можешь ничего сделать, или ты не вынослив, да? Прежде всего вокалист должен быть вынослив. Так вот, мы занимаемся в первую очередь тренажом, и после этого уже приступаем к каким-то таким вокальным всяким штучкам, которые нужны рок-исполнителям. А у нас сегодня в студии ваш ученик Александр. Представьте, пожалуйста. Александр Федорченко – это как раз-таки один из первых учеников, которые пришли и заявили, что они хотят заниматься академическим вокалом. И за два года вот как раз-таки Александр вырос до того, что в этом году, вот 29 ноября, он участвует в фестивале оперного искусства в городе Севастополе. Александр, расскажите, пожалуйста, как вообще у вас появилась идея заняться вокалом, причем таким? Я понимаю, когда молодой человек на гитаре желает научиться играть, да, но чтобы вот оперное исполнение… Ну, ситуация как бы такая. В принципе, на гитаре я играл, как и все, и по дворам играл, и как-то пел. Нравилась мне рок-музыка, конечно, больше всего. На ней я и вырос, в принципе. Со временем стал петь, 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 петь. И в какой-то момент времени, буквально недавно, два года назад, может больше, я думал о том, что хорошо бы поставить голос, чтобы он звучал как бы правильно. Я не понял, что такое постановка голоса, и многие задают, может, этот вопрос, а что значит поставить, а что значит этот… Я думаю, я скажу как бы мнение большинства, да, что все думают понятие поставить голос, это значит петь не фальшиво и красиво. Первый вариант, петь не фальшиво, на самом деле, это уже приходит постепенно, и, в принципе, этому можно научиться, хотя у меня как бы не было таких проблем. Петь понятие красиво, это уже, что Бог дал, какой голос такой есть. Я не знаю, какой у меня голос, это уже будет судьи и зрители, или кто меня слушает. Но для меня лично мне нравится этим заниматься, мне нравится само звучание. Я не ожидал, что голос может так звучать, что организм может так работать, и как бы такое, это окунуться в прошлое, как люди раньше жили, чем жили, что они слушали, как исполняли, когда не было всех вот этих примочек электронных, электрических. То есть все работал организм, работал как бы сам человек. И я еще понял одну вещь, да, что используя академическое пение, я смогу, в принципе, петь эстраду, петь рок, тем более рок, да, там, где требуется хорошая подача сильного голоса и так далее. Но на данном этапе времени я пока больше развиваюсь именно в оперном, в академическом, то есть в таком вот направлении. Но вы так серьезно к этому подходите, вы профессиональный музыкант? Я не профессиональный музыкант, то есть, скажем так, в свое время я закончил, ну не закончил, учился на аккордеоне, как там, то есть дети, потом брат у меня играл, и на гитаре я решил позаниматься. До какой-то степени дошел, но мне больше нравилось петь, скажем так. Поэтому я переключился именно на эту тему больше всего, и вот как бы пытаюсь этим сейчас заниматься, как бы и в этом расти. Анна, как Вы относитесь к тому, когда вот люди учатся для себя? То есть не с целью там поступить в консерваторию? Ну так ко мне все приходят заниматься для себя, но только я говорю вот такую маленькую деталь. Ты можешь для себя, не для себя, но по максимуму профессионально, потому что я занимаюсь как профессионал. И подготовка у нас тоже идет профессиональная, ведь у меня занимаются ученики не только вокалом, они учатся петь в ансамбле, то есть у нас есть дуэт, у нас есть ансамбли. И кроме того, те, кто приходят для себя, они обязательно учат теорию, они посещают педагога, который занимается с ними сальфеджио. Они с большим удовольствием, я не буду называть этих имен, достаточно известные люди в Севастополе, но они с большим удовольствием посещают и сальфеджио, и хор, и академические вот уроки такие индивидуальные. То есть когда мы все в детстве учились в музыкальной школе и не ценили этого, то сейчас во взрослом возрасте люди приходят и уже наверстывают. Конечно, им очень интересно, потому что я для себя, но ты же не знаешь, на что способен твой организм. И вот они начинают постепенно заинтересовываться, они меняют мировоззрение, они меняют кругозор, они начинают приводить даже детей своих. У нас теперь образовался, скажем, мини-семейный клуб «Досуга», потому что приходят, может быть, приводят детей, а родители начинают интересоваться, и в конце концов оказывается, что и ребенок, и мама занимаются с удовольствием, и выступают на сценах, и посещают концерты академической музыки. Ну вот Александр будет выступать на фестивале, да? Расскажите, пожалуйста, об этом событии. Дело в том, что, в принципе, это не первое выступление Александра, потому что нас уже приглашали, мы уже выступали, а в данном случае Владимир Николаевич с удовольствием прослушал Александра Аким, да? И сделал предложение выступить с одним из номеров, поскольку я в этом году уже работаю как бы на два города, на Киев и на Севастополь, у меня не будет возможности принять участие в фестивале, то вот Александр, я думаю, будет ярким таким пятном, потому что у него достаточно сложная программа, он исполняет Арию Тореадора. Яркую, сочную, красочную, и поскольку у него хороший, европейского уровня голос, я считаю, то я думаю, он достойно как раз-таки выступит, и может даже в дальнейшем представлять город Севастополь как оперный певец. А я вот не знаю, можно ли сейчас попросить Александра спеть какой-нибудь короткий фрагмент, или без подготовки так не делается? Я могу сказать, я бы с удовольствием спел, просто сегодня у меня уже была репетиция, и хочется сделать, чтобы это был какой-то сюрприз, интересно, приятно, именно чтобы люди пришли, послушали на фестиваль, есть такая возможность. То есть я понимаю, люди, ой, ну что, опять опера, как-то может неинтересно, ну я еще не такой как бы старый человек, да, вот, и хотелось бы, чтобы и люди привлеклись, и молодежь именно послушали, что это такое, вот, пусть это будет такой, хорошо, вот, кстати, действительно, существует такой стереотип, что, ну, опера это не очень интересно, вот там рок-звезда приезжает, да, можно там купить билет за 500 гривен и сходить, вот, а опера, ну что тут? Ну, я считаю, что это должно быть сейчас, конечно, сегодня, если выйдет дядя и споет пада рояль, это не всегда интересно, особенно если он некачественно споет, я думаю, что мы тоже должны продвигаться в сторону шоу, так как это делается на Западе, чтобы был подключен балет, чтобы был подключен, может быть, какой-то рук ансамбль, чтобы это действительно было красочное шоу, а на это, извините, нужны деньги, к сожалению, опять же, приходим к тому, с чего и начали, да, поэтому мы пока выбираемся своими силами, вот, наша группа, мои ученики, мы посещаем реабилитационные центры, в роддоме несколько концертов было, ваше телевидение освещало, так что, в принципе, нас услышать можно, в разных программах поют дети и трех лет, и поют взрослые, дуэты, народные инструменты звучат, то есть с нами сотрудничает очень много людей и имеет желание, но, к сожалению, да, пока еще мало людей обращает внимание на оперное исполнение. А как вы относитесь к классическому музыкальному образованию, то есть вот музыкальные школы, музыкальные студии, должен ли ребенок их посещать в детстве, чтобы стать в дальнейшем хорошим музыкантом? Ну, люди, которые имеют влияние, которые имеют деньги, они все отдают своих детей в музыкальные школы, и в школы танца, и в школы языковые, потому что они знают, что человек должен разносторонне быть развит, да, и музыка, это как внутренняя гармония, она тоже развивает человека, поэтому, если хороший уровень преподавания в музыкальной школе, если есть хорошие педагоги, то, конечно, ну, прежде всего, нужно поинтересоваться, сходить родителям, поинтересоваться, узнать, но я считаю, что это обязательно нужно. И в завершении нашей беседы, пожалуйста, ваши ближайшие творческие планы, Александр? Ну, скажем так, планы я немножко строю в зависимости от ситуации, которые складываются, то есть в данном случае она расскажет лучше, ну, ближайший, она сказала, фестиваль, насколько я помню, на Новый год будут тоже какие-то программы, то есть сейчас идёт в процессе, я думаю, что… У нас в работе четыре программы, они как социальные, так и на продажу, да, можно так сказать, вот, и мы готовим большую сейчас рождественскую программу с камерным ансамблем «Аллегра», с Данченко Сергеем Александровичем, то есть там, опять же, будут элементы и балета, элементы просто инструментальные, какие-то очень интересные зарисовки, так же будут и солисты выступать. Ну, я надеюсь, что вы пригласите наше телевидение на эту программу, и мы расскажем о концерте нашим телезрителям. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были Анна Ифтоди, оперная певица, солистка хора «Крещатик Украина» и оркестра «Декапа Австрия», и Александр Федорченко, солист ансамбля «Фаворит». Через несколько минут мы вернемся в студию. Продолжение следует... Продолжение следует...